Зампредседателя правительства провел совещание в формате видеоселектора. По словам губернатора, в дома подтопленцев полностью вернули свет и воду. Со всеми населенными пунктами налажено транспортное сообщение. В Туапсе, где был разрушен водопровод, уже завершили ремонт канализационного коллектора. Компенсации за частичную полную утрату имущества люди начали получать уже на второй день после наводнения. Для того, чтобы ускорить этот процесс, деньги выделяли из краевого бюджета. Значительный объем средств был заимствован из важных социальных программ. Сегодня глава региона обратился к зампреду правительства страны с просьбой о выделении федеральных дотаций. Сегодня у нас в крае основные аварийно-восстановительные работы завершены. Водоснабжение восстановлено во всех населенных пунктах. Энергоснабжение восстановлено во всех населенных пунктах. Но здесь есть для нас очень такая серьезная проблема. Дело в том, что сегодня все выплаты за полную или частичную утрату имущества мы не ждали федеральных денег, а производили за счет средств краевого бюджета. Сумма набегает большая. Если мы сегодня продолжим выделять эти средства за счет краевого бюджета, я боюсь, что мы обрушим опленные необходимые для нас программы, по которым живет сегодня субъект, в том числе их финансирование. По остановлению правительства, которая утвердила правила, нам теперь компенсировать эти зарплаты нельзя, потому что мы должны были ждать, пока эти деньги придут из федерального бюджета, только потом начинать выплаты. Прошу, можно ли дать нам дотацию на сбалансирование бюджета, вот на ту сумму, которую мы уже выплатили. И дальше максимально поддержать в алгоритме, потому что дальнейшие восстановительные работы и жилищные сертификаты, которые мы будем выдавать, чтобы уже не бременем это было на краевой бюджет, а понятно, что здесь, чтобы с федеральным мы быстро синхронизировались, готовили проектную всю документацию, все отчеты и все-таки деньги в ускоренном режиме получили из федерального бюджета. Мы вас поддержим, безусловно. Я знаю, что и президенту была просьба, чтобы вы быстрее начали выплачивать. Мы сегодня, я переговорил и с министром по чрезвычайной, с министром финансовым, и решение примем вас обязательно поддержим. На совещании также обсудили подготовку к зимнему периоду в регионах. Вениамин Кондратьев рассказал, что в Краснодарском крае уже начали подачу тепла, социальные объекты и жилые дома. Паспорта готовности к отопительному сезону получили все муниципалитеты края.